Наталья Апара 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 Одесса и область впервые с начала зимы почувствовали ее настоящее дыхание. В ночь со среды на четверг выпала полуторамесячная норма осадков. Но, вопреки угрожающим прогнозам синоптиков, стихия лютовала недолго. И если в Одессе коммунальщикам удалось с ней справиться быстро, то на выездах из города и региональных трассах ситуация была куда хуже. Перевернулся рейсовый автобус, с трассы слетело несколько фур. Подробнее о том, как город справлялся с первым зимним снегом, расскажут мои коллеги. Поваленные деревья, оборванные провода и неработающие светофоры. Перекрытый выезд из города. Первый снег громко заявил о себе в этот четверг. В Одессе основной удар стихия нанесла по дереве. Вместе со сравнительно небольшим снегопадом на город обрушился ураганный ветер. Он-то и повалил полсотни деревьев. Неприятный сюрприз ждал владельцев двух авто на Успенской. Упавшее дерево серьезно повредило машины. Машина не подлежит восстановлению ни одна, ни вторая. И не знаю сейчас, тяжба будет с зелентрестом, если получится. Я думаю, что это результат безалабенности гор зелентреста, у которого гнилые деревья ломаются просто. К счастью, от массового деревопада никто не пострадал, исключая разрушенные крыши и поврежденные авто. Метель городские дороги не заблокировало. Их стали расчищать еще с раннего утра. А уже в обед приоритеты коммунальщиков сместились на другие направления. Ведутся работы по межкварталкам. Сейчас в основном это работают ЖКС. Это КП городские дороги работают с остановками, скажем так, в удаленных районах. Обратная ситуация наблюдалась на выезде из города и в примыкающих к Одессе населенных пунктах. В районе седьмого километра шквальный ветер повалил рекламные билборды и замел дорогу снегом с полей. Несколько фур застряли, а на соседней полосе на выезде из города образовалась пробка. Пришлось вызывать спецтехнику. На выезде из Одессы на посту два столба. Несмотря на то, что в Одессу пришла настоящая зима, движение не прекращается. Видимых затруднений для транспорта здесь нет. Однако в избежании чрезвычайных происшествий и аварий полиция все же решила перекрыть трассу Одесса-Рени. Она работает только в обратном направлении для тех, кто выезжает из ближайших сел. А вот на въезд решили сделать исключение только для 540 маршрута, следующего в Хлебодарское. Водители были немногословны, но от них удалось узнать, что трассу в принципе можно проехать. Но местами нужно быть осторожным. К слову, не все водители остались довольны перекрытием трассы. Хотя это и был вопрос безопасности. Есть местами плохо. Так в основном нормально, но местами есть плохо. А там дорога раз ли есть? Да, чистят. Это что проезжали, говорят чистят. Пожалуйста, через Коченевскую трассу. Давайте надо стойники, стойники. По кругу, пожалуйста, все. Все нормально. Два метра проехать, я должен поехать через Кучурганы. В Хлебодарское, вы нормальные. Зачем в Кучургане, Ван? У вас вот Хлебодарское, дай проеду, 20 метров. За сутки патрульные зарегистрировали более 150 ДТП. Цифра, в общем, обычная, говорят полицейские. Да и многие сознательные водители не рискнули выехать в такую погоду. Однако крупных аварий с пострадавшими избежать не удалось. Враньше на автодорозе Киев-Одесса случилось перекидание автобуса, в результате чего травмированы две людины. На место выезжали патрульные, медики и следы, которые складывали материалы ДТП. Напрямок дороги Одесса-Мелитополь-Нова-Азовск, то до обида патрульные полицейские надали допомогу трьям водеям великовонтажного транспорта, которые под час руководства на складных территориях не впорвались с руководством и съехали с дороги. Но наиболее сильно холодное дыхание февраля ощущалось в украинской Бессарабии. Там стихия обесточила более 150 населенных пунктов. Больше всего от ветра и мороза пострадали села и громады Измаильского и Килийского районов. Света и воды в Килие не было уже с вечера среды. Наблюдались проблемы с телефонной связью. Лишь в четверг вечера удалось решить проблему в больнице и роддоме. Район и города эти не газофизированы. И обваление житлового фонда многоквартирных домов действует только с использованием электроэнергии. Звернуть особую внимание и акцентировать первую очередь проведения, выполнение или сохранение стабильного электроживления именно житлового фонда и объектов социальной сферы. Деякие частковые перебои с водопостачанием отмечаются в тех населенных пунктах, где отсутствие электроживления. Из-за сильного шквального ветра и мокрого снега пять областных дорог закрыли для транспорта всех категорий. Дорога Одесса-Рени, три магистрали в Болградском районе и трассу Приморской Татарбунары-Сергеевка. Временно перестали ходить автобусы в направлении Авидеополя и Белгорода-Днестровского. Был прикрыт рух на частине автодорога в певденной части Одесской области. А именно, это автодорога М-15 в Десаране, Т-1606, Т-1608, Т-1610, Т-1632. Наразі ведутся роботы по ликвидації наслитков несприятливых погодных урок. Спасатели вытащили из снежного плена более десяти автомобилей. Не обошлось в области и бездорожно-транспортных происшествий. На трассе Одесса-Киев перевернулся рейсовый автобус-автолюкса. К счастью, никто серьезно не пострадал. Автобус из Киева, который ехал в Киев-Одессу, съехал в кювет и ляг на бік. Есть одна постраждала особа, незначные постраждения. Усих, которые были в автобусе, своёчасно было пересажено до другого автобуса, они продолжили рух, а водители уже безусловно с службами ДСНС уже работали с тем автобусом, что касается его поднимания и возможности подальшую руку. Лишь в четверг вечеру дорожники начали снимать ограничения. Первыми открыли трассы в Болградском районе и участок Два столба Монаши. Все последствия стихии обещают ликвидировать к субботе и воскресенью. Тогда же ожидается небольшое потепление. Юлиан Аксенов, Виталий Хемий, Телеканал Репортер. Охота на историю продолжается. Во вторник националисты демонтировали последний в Одессе барельеф с изображением советского полководца Георгия Жукова, который располагался на Новосельского 64. Его снос аргументировали разрешением ректора университета имени Мечникова. Якобы барельеф ничейный и его место в музее. Тем не менее, горожане и некоторые чиновники пытались предотвратить действия радикалов. Как все происходило, видела Светлана Довжук. А ты вот дебил вырис? Я тебе скажу, что его дебил вырис. Ты разумеешь? Не обращайте друг друга. А, окей. Так, сегодня началось утро на Новосельского 64. Сюда прибыли несколько десятков молодых людей с ломами, болгаркой и другим снаряжением. Формальным поводом для демонтажа бронзового маршала стало разрешение ректора университета имени Мечникова. Барельеф Жукова располагался на фасаде дома, в котором находится студенческое общежитие. Активисты первыми написали ректору вуза бумагу с требованием разрешить им демонтаж памятного объекта. На что университет ответил. В соответствии с законом о декоммунизации они ничего против не имеют. У нас есть документ от ректора Мечникова университета, которому належит ця будильня, цей гуртожиток, где он позволяет демонтировать, согласно закону про декоммунизацию, дошку жукового кату украинского народа. Что, власне, сегодня произошло, очень быстро. Там были несколько провокаций со стороны любителей Радянского Союза и Жукова. Но все прошло тихо, быстро. Во время демонтажа вспыхнуло несколько конфликтов. Однако быстро вмешалась полиция. Националистам попытались помешать их идеологические противники, которые считают акцию незаконной. По словам одесситов, у радикалов нет ни документов, ни полномочий крушить исторические объекты. Любой демонтаж нужно согласовывать с мэрией. Поэтому самовольный снос Балерьефа называют актом вандализма. Данный ответ не является, я акцентирую на этом внимание, не является руководством к действию, который позволяет демонтировать объект. Здание по адресу Новосельского, 64, является памятником архитектуры. Все это называется в криминальном кодексе порча памятника архитектуры или объекта культурного наследия. В правом поле мы должны были, как местные власти, согласовать демонтаж. Мы должны были выдать предписание о демонтаже. Это могла сделать районная администрация, это могли сделать представители муниципальной охраны или муниципальной безопасности. Мы должны были, как минимум, получить какой-то ответ от подрядной профильной лицензированной организации о том, каким образом будет происходить демонтаж, о том, каким образом и когда будет восстановлена стена фасада. Снесенный балерев на Новосельского – последнее напоминание о великом маршале в Одессе. Памятные места, связанные с ним, не раз подвергались атакам националистов. Я в шоке, просто в шоке от того, что произошло. Я не понимаю, кому это могло мешать. Лично нам, никому, ни соседям, ни пенсионерам, ни детям, ни среднему возрасту это не мешало. Мало того, мы иногда и ложили цветы. До этого зарисовывали с красной краской там или что. Все это происходило ночью, когда люди не видят. Потому что, когда люди видели, они выходили и запрещали им это делать. Вот к радужкам, чтобы никто не видел. Ну, это мерзко. Почему я это делаю? Кроме того, активисты с фасада на Новосельского сбили табличку с надписью о том, что в этом здании в 19-20-х годах прошлого века были замочены большевики-подбольщики. Дальнейшая судьба таблички Борельефа пока неизвестна. Националисты загрузили бронзового маршала в машину и уехали, пообещав передать его в историко-краеведческий музей. Честно говоря, я не знаю, но насколько я понимаю, что это, что ребята показывали, оно не есть каким-то памятником. И я надеюсь, что это передадут в какие-то музеи, чтобы люди видели, чтобы все было цивилизовано. А как оно на самом деле? Я даже слышал, что хлопцы забрали на машине и пообещали сдать в музей. Если будет в музее, мы обязательно сфотографируем и передаем вам такую информацию. В конце октября прошлого года националисты демонтировали Борельеф Жукова создание военкомата на Канатной. В департаменте культуры Одесской обл. администрации тогда заявляли, что демонтаж хотя и был необходим в силу закона декоммунизации, однако выполняли его незаконно. Но словами дело и ограничилось. Светлана Довжук, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». И если демонтаж Борельефа Жукова явно политическая акция, то похищение памятных табличек с фасадов памятников архитектуры – возможно чей-то бизнес. В последнее время такое воровство обрело характер эпидемии в Одессе. В основном они исчезают во время реконструкции таких зданий. Однако искать вандалов, похоже, никто не собирается. В гору правления охраны культурного наследия говорят, что полиция игнорирует их запросы по этому поводу. Речь идет о старинных табличках с именами архитекторов, владельцев домов и адресами. Все они представляют историческую ценность. Краеведы предполагают, что ворованные закладные доски затем отправляют на частные аукционы. Такие таблички очень дорогие. Я сам видел на интернет-аукционах, стоимость таких табличек доходит до 10 тысяч гривен. И вот они начали массово исчезать. В некоторых случаях мне кажется, что это просто по глупости. Коммунальщики могли их уничтожить. Еще год назад начальник управления по охране культурного наследия Одесского городского совета, Павел Остапенко, под давлением краеведов, то есть под нашим давлением, написал письмо в национальную полицию. Полиция даже не соизволила ответить на это письмо, а Остапенко просто промолчал. Краеведы сообщили, что ни в Одессе, ни в Украине до сих пор нет реестра памятных досок, благодаря которому можно было бы отслеживать их перемещение. Еще год назад историки самостоятельно собрали полный перечень табличек и передали его в управление культурного наследия. Однако никто эти списки так и не утвердил. Любители старины даже допускают, что участниками черных схем могут быть некоторые чиновники. А началась уходящая неделя с кровавых разборок на вокзале. Таксист принял заказ от другого водителя с просьбой помочь запустить двигатель из засевшего аккумулятора. Но вместо благодарности получил по голове. Что произошло, подробнее расскажет Дмитрий Богомолов. Утренний скандал прямо на привокзальной площади. Удар тяжелым автомобильным прикуривателем по голове закончился для таксиста сотрясением мозга. А неадекватного водителя Евробляхера отпустили из полиции, только лишь получив пояснение. Я принял заказ. Человек, ноль заказов у него по программе. Ему нужно было предкурить автомобиль. Я очень долго не мог понять, где он находится, потому что он не мог внятно объяснить, где он находится. Когда я подъехал к нему, он вышел сразу агрессивно, настроенный ко мне. Начал себя неадекватно вести. Я его попросил, видя, что он неадекватный человек. Говорю, вы рассчитайтесь, пожалуйста, со мной заранее, потому что у меня возникает сомнение в вашей платежеспособности. Он выхватил эти провода. Я понимаю, что разговор здесь не ладится, поэтому нужно взять камеру и записать все это на видео, потому что человек реально в состоянии неадекватном. Я пошел в машину, взял камеру. Когда я подошел к нему, он просто размахнулся и ударил меня проводами этими по голове. Там четыре таких навалдашника металлических. Это такой приличный удар. Провода. Мое время. Провода. Мое время. Полиция. Алло. Полиция. 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 Только что вот я только что пи***ил этот штрих вот сюда проводами. Провода этот человек себя вел достаточно вызывающе. Он говорил, что со мной, естественно, разделается, что ему закон не писан, что у него здесь все концы и что все у него будет хорошо. А тут переживать вообще не за что. Ну, он там ходил как свой. Ну, знаете, такое пренебрежительное отношение к крайней степени. То есть, с него взяли пояснение и отпустили его, да? Да, да, его просто он написал что-то. Он даже не может писать по-русски, потому что он не русской национальности. Писала за него его дама, которая присутствовала рядом. Она написала, что я ее хотел изнасиловать, а он меня защищал. Его просто отпустили и все. Как результат, у Федора гематома на голове и синяки в районе правого виска и затылка. В полиции. Его направили на суд, медэкспертизу. Ее заключение будет позже. В полиции мне стало плохо, и полиция вызвала скорую помощь. Приехали ребята со скорой помощи, и этот пара медий говорит, что тебе надо в больницу на томограмму мозга. Ну, по пути мне стало плохо, он там сделал мне какие-то уколы, и когда мы уже приехали, там сделали обследование, томограмму головы. Какое заключение? Заключение, что это сотрясение или что-то такое. Они сказали, что мне нужна консультация у невролога, и дальнейшее будет определять, что делать сам невролог, потому что они всего лишь делают обследование. И дали мне заключение, что мне нужно проходить эту консультацию у невролога. Ну, сегодня я уже туда поеду вечером и буду дальше разбираться с самим неврологом, что он мне скажет. По словам пострадавшего, в полиции открыли дело по статье «Мелкое хулиганство». Удастся ли найти агрессивного евробляхера? Мы будем следить за ситуацией. Дмитрий Богомолов, Владимир Ивжич, телеканал «Вепортер». В четверг состоялась юбилейная 40-я сессия Горсовета. И, как и полагается, юбиляру все проходило торжественно и долго – почти 7 часов. Перед началом в мэрии собрались общественники, митингующие против застройки побережья. Их успокоил мэр. Геннадий Труханов сообщил, что решение, за которое проголосовали депутаты, даст больше полномочий Горсовету и возможность препятствовать застройщикам. Кроме того, было принято важное решение по тарифам. Подробности у Дмитрия Богомолова. Почти полтора часа споров. Именно столько понадобилось депутатам Горсовета, чтобы утвердить обращение к президенту Украины с просьбой вывести на рассмотрение Верховной Рады проект закона, который расширит полномочия органов местного самоуправления. Это позволит им вводить моратории на застройку отдельных территорий. По словам мэра Одессы, это даст возможность остановить строительство многоэтажных зданий на побережье в зеленых зонах. Мы попали в ситуацию, когда до нас были проданы практически все объекты коммунальной собственности, находящиеся на побережье. Были проданы. Естественно, после этого, насколько это естественно, что человек, который купил, оформил себе землеотвод, участок, и планировал реализовывать, и такие объекты еще есть, те, о которых мы не говорим, о них сегодня ничего пока не строится. И думаю, что не будет строиться, по крайней мере. Но я вам скажу, когда я сегодня говорил, пытался, чтобы меня услышали те общественные организации, общественники общественной организации, люди, которые пришли сегодня, насколько их сегодня обманывают. О том, что и мы покажем документы нашей попытки, когда отменили, даже есть у нас решение, когда зонинг отменили в отношении определенного участка. В соответствующий проект поддержали 50 депутатов. Но вот депутат Ольга Квасницкая назвала обращение популистским и вступила в словесную перепалку с мэром. Громада от нас ждала политического решения от вас, как міського головы, с приводу моратория, темчасовой забороны на прибреженной смузе в рекреационных зонах. Почему ждала? Потому что мы все с вами видим, что происходит с забудованием. Мы, кроме того, с вами понимаем, что законом, земельным кодексом, водным кодексом, даже законом про местобудивную деятельность предназначается такая возможность, потому что, я имею в виду, мы можем использовать эту возможность, потому что у нас с вами есть понимание, что эти территории имеют специальный статус и специальный режим господарювания. Это визначено в законе. И есть там певные забороны. В вашем выступе прозвищало такое слово. Принять политические решения. Хватит. Хватит принимать политических решений и дурить народ. Говорю по-простому. Нужно принимать решения, которые будут давать нам возможность действовать, а не сделать политические заявления, на которые посмотрят, усмехнутся люди, которые являются собственниками участков и так далее, и так далее. И будут дальше с названием всех документов. Депутаты проголосовали за снижение тарифов на тепло за декабрь до 8%. Тут же после принятия постановы мы, как коммунальное предприятие, как субъект, который подпадает под ее действие, начали проводить соответствующие расчеты. Подчеркиваю, это не быстрый процесс, потому что расчетов достаточно много. Первоначально цифры, которые были озвучены о том, что снижение будет на уровне до 8%, они сегодня подтверждаются. Наш первоначальный расчет был верным. Поэтому снижение в Одессе произойдет на уровне, который будет рассчитан до 8%. Почему говорю до 8? Потому что есть разные категории потребителей тепловой энергии. Это население, бюджетные организации, религиозные. Поэтому давайте сейчас акцентируем внимание до 8%, а дальше уже, как говорится, все увидите в платежках. Отметим, что на этой сессии оказалось под вопросом существования фракции самопомощи в Горсовете. Ольга Квасницкая вышла из рядов политсилы, в которой без нее осталось всего 4 человека, при 5 необходимых. Секретарь Горсовета дал время депутатам на устранение нарушения регламента время до следующей сессии. Также было принято решение уменьшить долговую нагрузку на теплогенерирующее предприятие города перед Нафтогазом. Дмитрий Богомолов, Константин Ещерет, телеканал Репортер. Повышение соцвыплат для одесских ветеранов и детей войны. К 75-й годовщине Победы им будет увеличена сумма материальной помощи. 9 мая ветераны получат 1000 гривен вместо 600. С такой инициативой на сессии Горсовета выступила фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова. Решением поддержали представители всех политических сил Горсовета. Данный вопрос Украинская морская партия поднимает ежегодно. Я считаю, очень важный вопрос, который был инициирован совместно всеми фракциями. Фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова активно принимала участие в этом вопросе. Это выплаты к 75-й годовщине Победы. Наших бабушек и дедушек, людей, которым мы благодарны своей жизнью, с каждым годом, к сожалению, остается все меньше и меньше. Поэтому наша задача сделать максимум от себя возможного, каждый, чтобы помог, чем может. Во время сессии речь зашла и о танкере Делфи, который еще осенью прошлого года потерпел бедствие в районе пляжа Дельфин. Депутаты фракции Украинской морской партии обратились к губернатору Одесской области с требованием убрать танкер с пляжа. Этот вопрос ранее рассматривался на заседании фракции. Мы, депутаты Одесской морской рады, не можем оставаться осторожной данной проблемы, поскольку одним из наших задачей есть обеспечение эффективной работы морегосподарского комплекса и поддержку норм и требований о забруднении и засмечении внутренних морских вод и территориального моря. Отмечу также, что на сессии горсовета поддержали вопрос о присвоении народному артисту Украины Георгию Делиеву звание почетный гражданин города Одессы. Ранее ученый совет Международного гуманитарного университета во главе с президентом вуза Сергеем Киваловым единогласным решением выдвинули кандидатуру Георгия Делиева к присвоению высокого звания. Соответствующие решения должна утвердить профильная комиссия, а окончательное решение за депутатами на последующих сессиях. У Георгия Делиева действительно большие заслуги перед Одессой, особенно в плане творчества. Все помнят его передачу «Маски-шоу», и это наше, скажем так, культурное наследие не только Одессы, но и Украины. Я думаю, что он вполне заслуживает. С лета 2019-го Георгий Делиев – член коллектива Международного гуманитарного университета. Он обучает студентов по специальности эстрадно-джазовый вокал и артист музыкального театра. Диплом, который признается и высоко ценится во всем мире. Возможность проходить стажировки в странах Европы и США, учиться в современном студенческом кампусе у лучших преподавателей со всего мира и получить гарантированное трудоустройство по специальности. Один из ведущих вузов страны, обладатель звания «Лидер» в сфере высшего образования, многие годы возглавляющий престижные международные рейтинги, Одесская юридическая академия приглашает абитуриентов на день открытых дверей 29 февраля в 11 часов по адресу улица Академическая, 2. Это лучшая возможность, чтобы окунуться в студенческую жизнь, оценить высокий уровень материально-технической базы, посетить уникальный IT-центр, первый в Украине центр кибербезопасности и информационных технологий, пневматический и боевой тир, познакомиться с экспонатами музея редких изданий, музея оружия, проверить себя и своих друзей на пятиканальном детекторе лжи последней модели в Центре тестирования на полиграфе. Школьники вместе с родителями также смогут пообщаться с руководством вуза, профессорско-преподавательским составом и узнать о новшествах вступительной кампании и преимуществах обучения в Одесской юрокадемии. На сегодняшний день у нас открыто 17 специальностей. Это политология, социология, право, журналистика, кибербезопасность. Большой спектр специальностей студент может выбрать и посмотреть, в какой сфере он будет работать. Также будет показана практика, где студенты будут проходить практику. У нас на сегодняшний день заключено очень большое количество договоров с предприятиями. То есть главной целью президента Академии Сергея Васильевича Кивалова является трудоустройство абитуриентов, что на сегодняшний день немаловажно. Когда родители уверены в завтрашнем дне и они знают, что их ребенок будет завтра с профессией, то есть это тоже большой плюс. Также ВУЗ уделяет большое внимание ранней профориентации. Выпускники 9-х и 11-х классов могут поступить в колледж юрокадемии, не сдавая внешне независимое оценивание. А затем по окончании колледжа они становятся студентами сразу третьего курса Одесской юрокадемии, при этом выбирая любую специальность. И еще один ВУЗ – Международный гуманитарный университет готовится ко встрече со своими будущими студентами. Ежегодно учреждение высшего образования открывает новые востребованные специальности. Университет осуществляет подготовку юристов-международников, экономистов, переводчиков, дизайнеров, айти-специалистов, предпринимателей, менеджеров. Активно развивается Одесский медицинский институт МГУ, где открыты направления фармации, астоматологии и медицина. Также объявлены творческие конкурсы на специальности правоохранительная деятельность, актер музыкального театра, мюзикл и артист-вокалист эстрадно-джазовое направление. Кроме того, колледж МГУ принимает на обучение выпускников 9-11 классов без ВНО. Абитуриентов ждут интересные мастер-классы от лучших преподавателей и наших успешных выпускников. И они смогут не только узнать о тех профессиях, которые их интересуют, но также и буквально пощупать, прикоснуться к этим профессиям, участвовать в этих мастер-классах и получать уже какие-то определенные навыки в будущих профессиях. День открытых дверей в Международном гуманитарном университете стартует 29 февраля в 11 часов по адресу Фонтанская дорога, 33. Вы смотрели итоговый выпуск новостей на телеканале «Репортер». Оставайтесь с нами!